Сенат одобрил законопроект о масс-медиа. Он предусматривает ряд новелл. Увеличить количество платных дорог хотят в Казахстане. Сколько средств было собрано благодаря этому и почему намерены расширить эту практику? Пострадавшие от паводка казахстанцы празднуют новоселье. Как выполняется поручение президента республики в регионах? Сенат одобрил законопроект о масс-медиа. Он предусматривает следующие новеллы. Гранты будут предоставляться негосударственным средствам массовой информации. Срок исковой давности теперь сокращен до года. А срок рассмотрения запросов в СМИ сокращен с 7 до 5 рабочих дней. Кроме того, еженедельный объем телерадиопрограмм на государственном языке будет поэтапно увеличен с 50 до 60%. Начнем с того, что закон будет регулировать работу не только журналистов, но и всех, кто выкладывает контент в интернете, в телеграм, ютуб-каналах и на других онлайн-платформах. Журналисты говорят, что это опасно. Кроме того, из-за длительного срока исковой давности журналистам нужно сохранять архивы, видео, аудио и документы. Более того, такая ситуация представляла возможность введения против редакции нечестной игры. Об этом говорили сами депутаты. Можно было попросить героя отрицательной публикации через три года написать жалобу на СМИ. Но теперь к материалам СМИ установят однолетний срок исковой давности. Для нас всех, и в частности для вас, я думаю, это революционная норма. Давайте признаем. Это первое. То есть вам не нужно будет хранить архивы годами, чтобы и в случае завтра обращения кого-то в суд вы должны были доказывать через 10, 20, 30 лет. Еще одно изменение. На запросы СМИ чиновники должны будут отвечать в течение пяти дней. Раньше этот срок составлял даже семь дней. Хотя для журналистов информация за такой огромный срок будет уже не актуальной. Из проекта закона также исключили норму о пресс-картах, которую эксперты называли механизмом для дискриминации журналистов и оказания на них давления. Однако в законе осталась норма об аккредитации иностранных журналистов. Эти полномочия оставили за МИДом, который может отказать журналистам в аккредитации. В этом случае журналисты уже не смогут работать. Это вызвало большую озабоченность журналистских организаций, потому что МИД получает право вне судебного закрытия СМИ. Но чиновники приводят другие доводы. Вместе с тем Министерство иностранных дел вправе отказать в аккредитации или же в ее продлении, или же в отзыве ее в случаях с соответствием с отечественным законодательством. То бишь это позволяет Министерству иностранных дел в случае, если деятельность того или иного журналиста наносит вред суверенитету, территориальной целостности или общественной безопасности страны, иметь в праве принимать все необходимые действия. И еще госзаказы для СМИ не будут проходить через тендеры. Журналистские организации говорят, что теперь мы не сможем увидеть, кто и сколько денег из госбюджета получает на госпропаганду. В обязательный пакет кабельных операторов включено всего 17 каналов. Теперь в числе 17 9 госканалов уже будут находиться. Если государство платит за содержание каналов, то их доступность должна быть 100%. Поэтому в участии в конкурсе смысла мы не видим, заявил Искаков. Независимые журналисты полагают, что такой закон нам вовсе не нужен. Потому что СМИ как бизнес и так регулируются гражданским и уголовным кодексом. Кстати, Казахстан стабильно уже 20 лет относится к категории стран с несвободными СМИ. Боржан Шехмед Ахмедяр Ильясов, столичное бюро ТДК-42. Более 90 миллионов поездок совершено на первом платном участке дороги Астана-Щучинск с момента внедрения. Об этом сообщили в Казавтожоле. Внедрение оплаты за проезд по республиканским трассам уже показало свою эффективность, отметил первый вице-премьер Роман Скляр и поддержал данную инициативу. Сколько средств собрали с платных дорог и почему намерены расширить эту практику, расскажет наш корреспондент. Как сообщил первый вице-премьер, мы активно внедряем платные дороги и всего через несколько лет должны выйти на самоокупаемость. Ну а то, что мы плохо строим дороги, это только стереотипы. В 2009 году сдали ее последний участок. Прошло 15 лет уже. Она в идеальном состоянии, потому что ее содержали нормально все эти 15 лет. Но хочу вам сказать, мы должны, если по нашим нормативам работать, мы должны уже в следующем году, на 16-й год, начать сделать ее капитальный ремонт. Более 90 миллионов поездок совершили с момента появления в 2013 году первого платного участка республики Астана-Щучинск. С 2018 года уже на 11 платных дорогах были установлены программно-аппаратные комплексы и активно внедряются цифровые системы. А вот как идет ремонт на дорогах республики, показал Каза Автожил. На сегодняшний день уже порядка 90% проезда обеспечено по новому покрытию. Из 217 километров порядка 180 километров уже проезд по асфальту. Общий прогресс работ составляет около 80%. С начала года подрядные организации улучшили порядка 60 тонн асфальтобетонной смеси. Это где-то 27 километров. Общая протяженность автодорог в республике 95 тысяч километров. Из них около 5 тысяч – это республиканские дороги. 71 тысяча километров – это районные и областные дороги. Содержать такое хозяйство очень трудно, сказал Роман Скляр. Мы внедряем, активно внедряем платность на дорогах. У нас этих средств хватает лишь на текущее содержание автомобильных дорог. Вот зимнее и летнее содержание. И текущий ремонт, так называемый в простонародье ямочный ремонт, который мы проводим только на платных, именно на платных участках. Мы должны через несколько лет выйти все же на самоукупаемость. Между тем, качество дорог зависит не только от подрядчиков, но и от коммунальных аварий, подчеркнул первый вице-премьер. Это когда приходится рыть, копать дороги и немедленно устранять последствия. Ну и то, что дороги все еще возводятся по советским стандартам – это только миф. Проектируют у нас так же, как в Европе и в Америке, сказал Роман Скляр. Ничуть не хуже. Гульнар Умарова, Ганезат Успанов, Нурлан Шамгонов, ТДК-42. В Западной Казахстанской области пострадавшие от паводка продолжают получать новое жилье. В настоящее время сразу в нескольких районах ведется строительство домов. Так, в селе Дустыка района Батерек под водой оказалось жилье двух семей. Для одной из них государство приобрело новый дом. Наша съемочная группа побывала на празднике новоселов. Жительница села Дустык района Батерек Акмарал Сламгалеевна – одна из тех, кто пострадал от большой воды. В один миг ее семья потеряла дом и имущество. Людям пришлось временно поселиться в безопасном месте. Специальная комиссия провела соответствующие работы и вынесла решение о непригодности их жилья для проживания. Благодаря государству семья женщины обрела крышу над головой. В это непростое для нас время мы чувствуем поддержку. Спасибо главе государства Касым Жумарту Тукаеву. Благодаря государственной помощи люди получают новые дома. Хочу выразить огромную благодарность всем тем, кто нам помог. Благодаря объединенным усилиям жителей села и сотрудников ЧС удалось спасти от воды 20 домов села Дустык. Однако два из них все же пострадали. По результатам работы и анализа комиссии, один из домов будет капитально отремонтирован. Во втором доме проживала семья Кмарал Сламгалеевны, которая переселилась в новое жилье. Жители обоих домов получили компенсацию и поддержку от государства. Представитель Акимата сообщил, что капитальный ремонт второго дома начнется в ближайшие дни. Паводка отпраздновали новоселье в один день в Западной Казахстанской области. Владельцы новых домов, получившие ключи, рады, что неприятности, которые были во время наводнения, остались позади. Наша съемочная группа побывала в гостях у новоселов. Дом Айткалиевых в результате паводка пришел в непригодное для дальнейшего проживания состояние. Сегодня многодетная семья заселилась в свой новый дом. Огромное спасибо всем, кто помог нам обрести крышу над головой. Самое главное, наши дети счастливы и в безопасности. Мы жили на второй дачной. Наш дом был большим и уютным. К сожалению, он ушел под воду. Слова президента о том, что мы не останемся без поддержки, вселили в нас большие надежды. Спасибо. Квартиру в новом доме получила и семья Телегеновых. Пострадавшие от паводка, не сдерживая слез радости, сейчас готовятся к новоселью. Глава семьи – уроженец Карутебинского района. В семье воспитывается пятеро детей. Их дом, находившийся в районе телецентра, был затоплен. С тех пор они проживали в эвакуационном пункте более двух месяцев и благодарят президента за заботу и поддержку. К слову, этот дом они выбрали сами. Выражаю огромную благодарность главе государства за то, что не оставили в беде простой народ. Уральск один из наиболее пострадавших в этом году от наводнения города в Казахстане. Обеспечить жильем жители пострадавших от паводка также помогают и крупные компании. Сегодня мы предоставляем около более 50 квартир с первичного рынка. А также по желанию, по хотению самих пострадавших, они могут изъявить желание купить жилье со вторичного рынка тоже. То есть они могут найти через риэлторов квартиру и принести к нам в Акимат и как альтернативу дать нам. Соответственно, мы тоже можем их поддержать в этом плане. Для обследования затопленных домов на дачных участках вблизи города были привлечены специалисты из других регионов. По данным Акимата, в настоящее время насчитывается около 3000 семей, пострадавших от паводка, которые нуждаются в жилье. В Актюбинской области полным ходом идет строительство нового жилья для пострадавших от паводка. Всего планируется сдать под ключ свыше 600 домов площадью от 80 до 100 квадратных метров. На сегодня работы стартовали во всех шести районах. Помимо этого, из бюджета продолжают выплачивать и компенсации на ремонт жилья. Лейла Уэсова следит за ситуацией в регионе. Вода отступила, жизнь налаживается. В Мугалжарском районе для пострадавших от паводка построят 14 новых домов. Работы уже стартовали в селах Жагаблах и Берляк. Эти населенные пункты в конце марта затопила вышедшая из берегов река Жем. Дом семья Уиспековых комиссия признала аварийным и непригодным для проживания. Саманная постройка после потопа развалилась. Часть вещей, по словам сельчан, спасти не удалось. Сейчас они радуются, что совсем скоро переедут в новый дом. Благодарим всех, кто протянул нам руку помощи. Нас не оставили в беде. Помогает всем миром. Дали временный кровь, еду, одежду. Обещают, что через два месяца мы исправим новоселье. Компенсации за утраченное имущество тоже выплатили. Одним словом, жизнь налаживается. В селе Жагабулак залили фундамент для девяти домов. По проекту они по 80 квадратов. Сейчас на объекте работают 25 человек. В селе Берлыка возведем пять жилых строений. Там пока идут земляные работы. Необходимый запас строительных материалов имеется. Планируем уложиться в отведенные сроки. Компенсации выплатили и сельчанам, чье жилье подлежит ремонту. Им придется заменить двери и окна, ламинаты и обои. А еще обновить мебель и бытовую технику. Всего в Муголжарском районе во время паводка подтопило 76 жилых домов. Результаты технической проверки уже готовы. Для 54 семей в этом районе планируется приобрести готовое жилье. На сегодняшний день уже куплено и предоставлено 21. Это дома здесь в Кандагаче, в Эмбе. Кто где изъявил желание приобретения за счет фонда. И у нас компания Биа и Групп финансирует строительство домов. В Уилском и Хабдинском районах подтопило порядка 600 домов. В 14 населенных пунктах. Сегодня жизнь в селах, залитых водой, постепенно налаживается. Строятся и ремонтируются дома, людям выплачивают компенсации. 64 миллиона тенге выделили на ремонт. 282 семьи получили деньги за испорченное имущество. А в наиболее пострадавшем от паводка поселке Ягпетал, где практически не осталось ни одного целого строения, 27 семей уже стали счастливыми новоселами. Для них в райцентре приобрели жилье на полмиллиарда тенге. Наш дом во время паводков полностью затопил. Очень сложная ситуация. Но нас не оставили на улице. Вот приобрели такой дом. Полсуммы оплатило государство, половину сами собрали. Всем довольны. Мы рады, что у нас теперь есть свой дом. Мы решили перебраться в районный центр и выбрали этот дом. Он с ремонтом, хорошая мебель и бытовая техника. Двор у нас просторный, есть летняя кухня, рядом школа и детский сад. Жители села имени Берсиева, которые отказались покидать насиженные места, живут в юртах. В затопленный аул также доставили 125 новых палаток. Постепенно быт посёлки восстанавливается. Всего здесь из-за большой воды было разрушено больше 200 домов. Уцелели лишь 19 строений. В сёлах Хабда и Жарых от наводнения пострадали 288 домов. Из них в аварийном состоянии 154 дома. Остальные по решению оценочной комиссии подлежат восстановлению. На ремонт жилья из бюджета выплатили 15,5 миллионов тенге. Ещё 56 миллионов на возмещение материального ущерба. В новом микрорайоне поднимаются стены 126 домов. Заключён договор с подрядчиком на подведение инфраструктуры. Строения будут полностью готовы к заселению не позднее осени. Во избежание лишних споров решено распределять жильё между пострадавшими по жребию. А это уже Тимирский район, который одним из первых испытал силу стихии. Специально для жителей села Кумсай доставили 31 жилой вагончик. Обычно в таких живут вахтовики и нефтяники. Мы находимся в посёлке Кумсай. Здесь 75 дворов. Больше половины из них подтопило в конце марта из-за разлива реки Тимир. Людей мы эвакуировали. Сейчас идёт оценка имущества. Для пострадавших построим новые дома. В этом населённом пункте затопило 40 домов и одно крестьянское хозяйство. 26 жилых строений в итоге полностью развалились. А люди остались на улице. Их и разместили в четырёх местных контейнерах. К счастью, горе нас миновало. Все мы живы-здоровы. Домашняя скотина уцелела. Вначале немного побыли у родственников. А сейчас вот по нашей просьбе вагоны привезли. Всё-таки не где-то у чужих ночуем, а рядом со своими домами. Для пострадавших из дачных массивов, чьи дома не подлежат восстановлению, приобретут равноценное жильё в новостройках. В областном центре пока выкупили 32 из 100 квартир. Застройщик обещает сдать жильё под ключ. Деньги на ремонт жилья получили 585 семей. Общая сумма выплат составила порядка 2 миллиардов тенге. На сегодняшний день начали 487 домов из 641. И приобретено 110 квартир из 316. Остальные дома относятся к ремонту. В самом городе мы решаем за счёт приобретения. В Иргизском районе только начался, потому что там посёлок Ныра стоит в воде до сих пор. Около 100 жителей этого населённого пункта остаются в районном центре в эвакуационных пунктах. Для пострадавших построят 76 новых домов в соседнем посёлке Сароба. Сейчас уровень воды в реке Иргиз начал понемногу спадать. И, как утверждают специалисты, опасность уже миновала. Домой возвращаются жители села Куиллос. С конца апреля люди находились в райцентре Иргиз. Кроме жилищного фонда, стихия также повредила инфраструктуру. В регионе предстоит отремонтировать 15 мостов и 136 километров автомобильных дорог. Кроме того, в порядок должны привезти и 23 социальных объекта. В целом, на ликвидацию последствий паводка из бюджета дополнительно выделили около 20 миллиардов тенге. Лайла Уэсова, Жумар Кудайбергенов, телеканал ТТК-42, Октюбинская область. Четыре человека погибли по дороге из Актуби-Ворск. Смертельное ДТП произошло недалеко от посёлка Ощелесай Каргалинского района. В аварии выжил только один пассажир. С различными травмами он госпитализирован в ближайшую больницу. Как выяснилось, машина марки Тойота Альфард слетела с трассы и опрокинулась в кювет. В полиции сообщили, что водитель на минивене официально осуществлял перевозку пассажиров из Актуби-Ворск. И за несколько часов до дорожно-транспортного происшествия с водителем сотрудники полиции проводили профилактическую беседу по профилактике дорожно-транспортных происшествий. Но, несмотря на это, водитель пренебрёг советами полицейских. По факту дорожно-транспортного происшествия проводятся досудебные расследования. В Актаву разборка несовершеннолетних закончилась избиением одного из участников драки. Инцидент попал на видео. На кадрах видно, что двое парней, судя по всему, выясняют отношения. И в какой-то момент один сильно бьёт другого. После чего стоявшие в стороне подростки налетают на жертву с кулаками. К счастью, их быстро разняли. Случившееся прокомментировали в пресс-службе департамента полиции. По факту хулиганства возбуждено уголовное дело. Ведётся расследование. Несовершеннолетних, участвовавших в драке, задержали и доставили в Актавское городское управление полиции. Иная информация не разглашается в интересах следствия. В Мангастауск области утонул двухлетний ребёнок. Трагедия произошла на Каспийском море в пяти километрах от села Курык на необорудованном для купания месте. Отмечается, что обстоятельства трагедии выясняются следственной оперативной группой. Спасатели призывают соблюдать правила безопасности на воде. В том числе не оставлять детей без присмотра. В настоящее время тело ребёнка излечено из воды и доставлено в районную больницу. Обстоятельства выясняются следственной оперативной группой. В этой связи департамент по чрезвычайным ситуациям призывает жителей Мангастаусской области соблюдать правила безопасности на воде, а именно не оставлять детей без присмотра. До 250 детей с травмами поступают в больницу Уральска каждые выходные. Такие данные приводят врачи-травматологи областной детской многопрофильной больницы. Специалисты отмечают, что число травмированных среди несовершеннолетних резко возросло с наступлением летних каникул. Только за минувшие выходные в Уральске зафиксировано около 250 травм среди детей. Врачи отмечают, что превалируют уличные травмы, в том числе в результате ДТП с участием водителей самокатов и скутеров. Часто последними управляют подростки, перевозя при этом совсем маленьких пассажиров без средства защиты. Результат – ДТП, больничная койка и множество тяжелых травм. Надо обучать ребенка, надо навык вождения. Потом скутеры, мопеды сейчас выскакивают на улицу, права есть или нет. Он обучен вождению, соблюдает ПДД, выскакивает перед машинами. Не то, что там самокат падает, головой ударился, он еще руку. Вот сейчас выписывается, ключица первым, рука переломана, понимаете. Голова, сотрясение или ушиб головного мозга. А оно же последствия потом будет. На втором месте по количеству бытовые травмы. Много детей получают ожоги, переломы и травмы головы, находясь дома. Ребенок игрался на диване. Я отвернулась на секундочку, и он, получается, с высокой боковушки упал вниз головой сильно. Когда, получается, мы приехали в больницу, на рентгене обнаружили, что у него есть перелом черепа, ушиб головного мозга. Вот такие вот дела. Вот шестой день лежим в больнице. Хотела бы сказать, будьте осторожнее. Врачи отмечают, что основная причина детских травм чаще всего кроется в отсутствии контроля со стороны родителей. Тут надзора родителей нет. Отпустили, сели свои смартфоны, айфоны, телефоны. Все, надзор за ними потерялся. Вот такая причина, основная причина. Отдельной проблемой является падение детей из окон многоэтажных домов. Такие случаи регистрируются ежегодно в разных городах Казахстана. В этих ситуациях снова основная причина в недосмотре взрослых. Марина Горбок, Наруан Кунашев, Особик Абекенов, ТДК-42. Фонда Нурлана Смогулова купил 264 квартиры для пострадавших от паводка в Уральске. 5 июня состоялось торжественное вручение ключей первым шести семьям. Все квартиры прошли чистовую отделку и готовы к проживанию. По поручению президента страны представители крупного бизнеса помогают жителям регионов, пострадавших от паводка. У каждого свой участок ответственности. Наруан Смогулов взял на себя приобретение квартиры для уральцев, которые в результате стихии остались без жилья. Это было наше единственное жилье, поэтому жить нам оказалось негде и пришлось разместиться в ЭВК-пункте. В нашей семье пятеро детей, поэтому получить ключи от новой квартиры для нас большое счастье. У нас отопило 21 апреля вечером, потом 22-го мы сходили туда, уже дом у нас развалился, упал. У меня старший сын учитель работает, сейчас он на работе. Он тоже обрадовался, говорит, мама. Я говорю, мы трехкомпты получили. Спасибо вам большое. В целом фонд приобрел 264 квартиры на сумму 5 миллиардов 600 миллионов тенге. Мы уже внесли оплаты, сейчас уже проводятся отделочные работы по другим квартирам. Ну и по завершению, отделочные работы, получение документов мы уже будем выдавать. До начала августа фонд и Акимат планируют принять от застройщика и передать жильцам оставшиеся 258 квартир. Все самое главное за последние 7 дней в программе «Итоги недели» в воскресенье на ТДК-42. Это были все новости к этому часу. Смотрите нас в социальных сетях и на сайте tdk42.kz. Спасибо за внимание и до встречи в эфире. Одежда ведущим предоставлена магазином Купер. Бутики мужской одежды Купер расположены в торгово-развлекательном комплексе «Сити-центр» на третьем этаже и в торгово-развлекательном центре «Азиамол» на первом этаже. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...